Но они же ничего, ничего не знают. Остался месяц до ЕГЭ. Что же мне делать? Алло, коллега, здравствуйте. Это кризисный центр для учителей. Мы почувствовали, что вам сегодня нехорошо и спешим на помощь. Мы расскажем вам, как работать с выпускным классом за месяц, за неделю и за один день до ЕГЭ. Для начала успокоимся и посмотрим, что происходит на самом деле. В стране настоящая пандемия. Весь школьный мир замер перед ЕГЭ. Кажется, мы на пороге катастрофы. Что же происходит в это время с разными учителями? Я все продумала, а они ничего не делают. Пиздельники. Я столько времени потратила, чтобы подбирать материалы для них. Ночами на тестами корплю, а они... Готови ты их готовила? Но вопрос, сдадут ли они? И как вот это скажется на моей профессиональной репутации? Они ничего не хотят. И знаете что? Я тоже ничего не хочу. И будь что будет. Как видите, все учителя беспокоятся. И не меньше старшеклассников. Чтобы снять напряжение и сделать нашу работу конструктивной, мы составили для вас туду-листы. За месяц до экзамена многие так устали от подготовки, что приходят к стадии отрицания. Кажется, что день Х уже никогда не наступит. Здесь важно поддерживать себя и учеников в тонусе, ведь марафон подходит к концу. Первое. Составьте список задач и план работы для учеников на месяц. Второе. Придумайте цели и то, как к ним прийти. Обнаружьте слабые места и сильные стороны ваших учеников. Главное, ничего не откладывать на потом. Третье. Покажите ваш план своим ученикам, чтобы они знали, что их ждет. Это снизит уровень стресса и улучшит взаимопонимание. Четвертое. Есть один лайфхак, который помогает подготовиться к отдаленным событиям. Поставьте фейковый дедлайн. Хотите, чтобы дети выучили все глаголы и исключения к экзамену 20-го числа? Инсценируйте с ними экзамен 18-го. Расскажите им об этом плане прямо. Это будет отличным уроком тайм-менеджмента. Пятое. Помните, что экзамен – это лишь эпизод вашей с учениками жизни, пусть и важной. Берегите и поддерживайте хорошие отношения, ведь это часть нашей работы. О других методах подготовки читайте в блоге SkyTeach. Кстати, сегодня там вышла статья про ЕГЭ. Или пройдите курс «Пошаговая подготовка к экзамену от SkyTeach». Обе ссылки в описании к видео. Не так, не то, невнимательно, ну вот с этой стороны еще лист, расхлябанно. Они же ничего не знают. Ага, бесит. За неделю до экзамена паника свойственна всем участникам процесса. Это значит, что все накопленные претензии выплескиваются. Мы как будто на качелях. Стабилизироваться поможет одна простая мысль. Все, что происходит с вами и вашими учениками – это защитная реакция. Экзамен – стресс для всех. И для тех, кто носится, как электровеник. И для тех, кто стал медленным, как тюлень. Все мы нуждаемся в поддержке. To-do list на неделю до экзамена. Морально поддерживайте всех участников процесса. Представьте, сейчас головы учеников переполнены информацией. Не надо давать много нового. Лучше возьмитесь за тесты прошлых лет. Ведь основную языковую базу за учебный год вы уже заложили. Не так ли? Набивайте руку. Тренируйте способность укладываться. В тайминг на экзамене дети должны встретиться с тестом, как с родным. В-третьих, определите слабые зоны по результатам тестов. Не паникуйте. Ха-ха-ха. Выберите только те темы, ошибки в которых есть в нескольких работах подряд. Сфокусируйтесь на них и разберите на уроке. А может быть предложить им выучить 25 эсэ наизусть? Нет. Не смогут. А может быть носителя позвать? Так нет, границ закрыли, где я его возьму? А может... Не торгуйтесь с собой. Остановитесь. Вы на пороге того самого события. Все, приплыли. Сколько вы смогли им дать, столько смогли. Стадия торга переходит в стадию принятия. Самый педагогичный совет из всех возможных это настроить ваших учеников на то, что они все выучат за два дня до экзамена. И пусть даже не спят ночь, ради бога. Но в день перед часом икс пусть отдыхают. Вот так все бросить и отдыхать? Расскажите им, что именно так и будет выглядеть путь настоящего воина. Перед боем необходимо настроиться, а не отрабатывать технику. Спокойный урок в жанре напутствия или доверительного диалога. Прогулка, вкусная еда, а самое главное здоровый сон. Все это залог хорошей концентрации на экзамене. Дорогие учителя, спасибо вам за то, что вы так много вкладываетесь в подготовку своих учеников. Спасибо вам, что каждый день думаете о них и беспокойтесь сейчас, когда экзамены так близко. Остался последний рывок. Удачи вашим ученикам, а вам сил и терпения. Берегите себя и до встречи на канале Sky Teach, на который, надеюсь, вы подписались, да? Ну и нажмите на колокольчик, конечно. До скорых встреч. Все это очень сложно сочиненное предложение.